Итак, проверяем расчет картограммы. У нас есть импортированные поверхности из проекта, то есть земля и красный. Натрисуем эти границы поверхностей. Здесь для земли черненькая, условно говоря, брать. Цвет для красненькой, красненькую. О, получили границы обеих поверхностей. То есть красный лежит, макий, черный, таких выходов никуда нет. То есть все должно определиться и посчитаться. Так как нет никаких ограничений в меня факторов и заданий, где не было оговорено, как считать, я считать буду по умолчанию. Беру по красной границе. Установка картограммы. Ничего особо менять не буду. Единственное количество знаков на расчетах объемов. Один знак после запятой. Расставляем квадратики, разбиваем. Выбор откосов их нет. Не знаю где. Выбор подпольных сил опять же не знаю где. Начальная точка стена минимальный. Размер сетки квадратов 20 на 20. Все по стандарту. Указываем примитив. Границы красной поверхности. Указываем квадратики. Теперь удалять мелкие контуры не будем. Объединять тоже не будем. Не знаю ничего. Это диансы надо рассмотреть на конкретном примере. Расставляем отметки. Выбираем красную поверхность, черную поверхность. Все остальное по умолчанию. Программа расстанавливает точки в узлах. Сетки квадратов. Получили такое замечательное результат. Какие-то значения. Все приятно. Тысяча есть. Высоко. Высоко. Ладно. Горнемся к нашим баранам. Предактировать ничего не будем. Просчитаем. Как тогда. Все параметры по умолчанию. Ничего не меняем. Пошел расчет. Вот. Результат нашего расчета. Где-то у нас получили серьезные выемки. Где-то у нас границы рассчитались. Насколько выемки. Мы получили какой-то объем грунта. Всягом случае мы убедились, что все считает. Теперь осталось узнать, только есть ли какие-то ограничения при расчете.